Наверное, нет на этой планете явления более загадочного, чем шаровая молния. До сих пор у науки нет никакого внятного объяснения этому феномену. Кто-то относит это явление к природным образованиям, кто-то считает, что шаровая молния – это искусственный объект, а кто-то даже предполагает, что мы имеем в данном случае дело с неизвестной науке формой жизни, которая умеет внезапно появляться в самых неожиданных местах. Всем привет, с вами Фенимор. Одно из самых странных событий, о которых сообщалось официально, произошло на борту авиалайнера Ил-18 15 января 1984 года. В сообщении было сказано, что огненный шар около 10 сантиметров в диаметре внезапно появился прямо в кабине самолета. Все это происходило в тот момент, когда лайнер облетал грозовой фронт над Черным морем. В отчете о происшествии можно найти такую информацию. Шар вдруг исчез с оглушительным грохотом, но через несколько секунд вновь появился, уже в пассажирском салоне. Огненный шар медленно пролетел над головами ошеломленных пассажиров. Фостовой части авиалайнера он разделился на две полусферы, которые затем снова соединились и почти бесшумно покинули самолет. После этого весьма эффективного исчезновения пилоты решили проверить состояние аппаратуры и выяснили, что шаровая молния повредила бортовой радар и другое электронное оборудование. А позже в фюзеляже были обнаружены две дыры. Конечно, оглушительный грохот и повреждения самолета могли быть вызваны обычной молнией, но это не объясняет появление светящейся сферы внутри лайнера. Типичная шаровая молния имеет диаметр от 10 до 20 сантиметров, хотя есть свидетели, которые утверждают, что видели подобные объекты диаметром около метра. Светятся они чаще всего красным, оранжевым или желтым цветом, хотя иногда рассказывают о синих или даже белых шаровых молниях. Как правило, яркость этих объектов сравнивают с яркостью лампы накаливания. Шаровая молния может иметь ореол вокруг себя и испускать искры или лучи. Очевидцы иногда упоминают, что при появлении шаровой молнии чувствовали запахи, напоминающие запах озона или горящие серы. Подобные объекты редко наносят какой-либо ущерб, однако и в этом правиле есть исключение. Дело было в 1936 году. По словам корреспондента одной британской газеты, во время грозы он увидел большой раскаленный шар размером с апельсин, который спустился с неба. Этот шар ударил по дому, порвал телефонный провод, сжег оконную раму, а затем погрузился в ванную с водой, которая кипела после всего этого безобразия в течение нескольких минут. Подобная драматическая гибель, которую обрела шаровая молния, позволила провести примерную оценку количества энергии, которой обладал объект. Оказалось, что оно примерно равно половине энергии, которую имеет расплавленное железо такого же объема. Параметры движений, которые совершает шаровая молния являются одной из самых интересных и удивительных особенностей этих объектов. Как правило, они двигаются горизонтально, со скоростью, на которую, как кажется, никак не влияет движение воздушных потоков. Многие шаровые молнии описываются как вращающиеся объекты. Любопытная способность шаровых молний огибать препятствия являются еще одной их странной характеристикой. Некоторые шаровые молнии показывают свою любовь к металлическим объектам и могут перемещаться вдоль электрических проводников, таких как провода или металлические заборы, таким образом, как если бы те были рельсами. Большинство наблюдений шаровых молний происходит во время грозы. Мог ли Тесла создать искусственную шаровую молнию? Кто знает, его исследования были очень закрытыми. Еще более радикальное предположение высказали в 1971 году двое ученых одной из лабораторий управления по атомной энергии Великобритании. Их звали Дэвид Эшби и Колин Уайтхэт. Они решили установить в определенном месте детектор гамма-излучения и оставить его работать в течение нескольких месяцев, чтобы посмотреть, не улавливает ли он какие-либо необычные изменения уровня излучения. И что примечательно, один из всплесков, при котором уровень радиации поднялся за несколько секунд в 50 раз по сравнению с фоновым уровнем, совпал с сильной грозой. Такие скачки гамма-излучения не могли быть объяснены теорией, которая была описана выше, и поэтому физики выступили с еще более интригующим предположением. По их словам, гамма-всплески инициировало антивещество. Эшби и Уайтхэт предположили, что шаровая молния рождается из крошечных зерен антивещества, а зерна эти прилетают из космоса. Они медленно просачиваются сквозь атмосферу Земли, защищенные от немедленного уничтожения неким квантовым барьером. Частицы антивещества будут иметь тенденцию становиться отрицательно заряженными в результате эмиссии позитронов и поэтому будут притягиваться к Земле, поскольку она становится положительно заряженной во время грозы. Это весьма увлекательная и неординарная теория, которая, однако, никогда не была подтверждена экспериментально. Есть вероятность того, что шаровая молния это некий неизвестный науке электромагнитный эффект. Это просто сфера из ионизированного газа или плазмы, скрепленная электрическим и магнитным полем. Если это так, то шаровую молнию можно создать в лабораторных условиях. И, конечно же, попыток сделать это предпринималось предостаточно. Среди самых первых экспериментаторов был Никола Тесла. В конце 19 века он стал автором ряда революционных изобретений, связанных с электричеством. Ходят слухи, что он выступал с неординарными представлениями, которые являлись одновременно и красочным шоу, и публичными лекциями. Они были посвящены высоковольтным устройствам, искрам и якобы плавающим в воздухе светящимся шарам. Есть много самых противоречивых гипотез о ее физической сущности. Большинство очевидцев описывают эти молнии, как светящиеся шары, небольшого диаметра от 10 до 30 сантиметров. Но встречаются шаровые молнии и диаметром около метра. Они имели цвета радуги и были окружены белым туманом. Обычно же молнии белого, красного, оранжевого, зеленого или голубого цвета. Бывают и черные. Самой невероятной теорией о шаровой молнии является предположение о существовании у нее разума. Шаровая молния представляет собой плазменный шар, возникающий чаще всего во время грозы. Были случаи, когда очевидцы видели ее в обычную погоду. Форма молнии может быть в виде шара, гриба или груши. Свет огненного шара может быть не только белым. Причины возникновения и поведения необычного явления неизвестны и непредсказуемы. Огненный шар может попасть в дом через отверстие, которое в несколько раз меньше его, зависнуть на одном месте, а затем хаотично перемещаться в помещении или взорваться. Шар молнии чутко реагирует на движение воздушных потоков. Поэтому если он проник в дом, то не стоит делать резких движений и бросать в него предметы. В такие моменты молния напоминает дикое животное, встретившего человека. Шаровые молнии явно имеют высокую температуру. Но известны случаи, когда они скользили по коже человека, не обжигая тело. Не воспламеняли даже горючие предметы. Однако огненный шар, желто-красного цвета, из которого сыпались искры, подкатился вплотную к двум детям, прятавшимся от дождя под навесом коровника. Один из них пнул его ногой, шар отлетел в сторону и взорвался. Дети отделались легким испугом, а из 12 коров, находившихся в коровнике, уцелела только одна. Молнии непрозрачны и гладки, а иногда даже зеркальны. Они появляются всегда неожиданно, часто рождаются прямо на глазах, буквально из ничего. Наблюдались случаи их телепортации в самолеты и дома без нарушения целостности обшивки и стен. Не вяжутся с законами физики упругость их поверхности, способность возвращаться после деформации в прежней форме и отскакивать при ударе. Наличие магнитного поля и заряда во внешнем слое шаровой молнии. Является загадкой, каким образом они могут протискиваться через отверстия из щели. Скорость их перемещения может меняться от медленного парения до сверхзвуковой. Иногда полет молнии вполне спокоен и безопасен для очевидца. Они просто тихо гаснут, не причиняя никакого вреда. Однажды огненный шар через форточку кухни проник в дом Кононова, жителя Колпина. Полетал, покрутился в чугунке с водой, стоявшем на горячей плите и вылетел обратно. Никого не тронул. А на улице убил двоих людей, лошадь и оплавил кусок рельса. В августе 1924 года в деревне Гвоздики Валдайского района Новгородской области во время дождя в доме Савушкиных были только их дети, взрослая дочь Анна и 10-летний сын Алеша. Мальчик сидел на лавке и смотрел в окно. У печки стояла квашня, покрытая скатертью. Анна вышла в сене и тут раздался сильнейший, треск. Она потеряла сознание, упала, а очнувшись, вбежала обратно в избу. На окнах не было рам, младший брат исчез. Она подбежала к окну и увидела невероятную картину. Алеша сидел за дорогой у забора, рядом валялись три оконные рамы и стояла квашня с тестом. Мальчик отделался легким испугом, а квашня даже не расплескалась. Вот еще одна история о своей встрече с таинственной незнакомкой в конце прошлого века у села Украинка, Рудный Алтай. Открытый грузовик с людьми попал в сильную летнюю грозу. Они съехали с дороги в небольшой лесок и укрылись от ливня под кузовом у колес. Внезапно в виде огненного шара, размером с детский мяч, в пяти-шести метрах от них возникла шаровая молния. Покачиваясь, словно пританцовывая, она приблизилась к ним, приковав к себе взгляды замерзших неподвижно, словно оцепеневших людей. Неторопливо пролетела вдоль них, останавливаясь и словно разглядывая, меняя яркость и цвет. Затем молния ослепительно вспыхнула, рассыпая искры, резко устремилась в сторону и исчезла. Только несколько минут спустя пришедшие в себя люди зашевелились и возбужденно заговорили, обсуждая произошедшее. В 1960 году в кабине американского грузового самолета КС-97, летевшего на восток, появилась светящаяся сфера диаметром около метра. Она пролетела между членами экипажа и улетела, не причинив никакого вреда ни людям, ни самолету. Однажды шаровая молния ударила в самолет Ил-18М через 2 минуты после взлета на высоте 600 метров. Ярко-голубая вспышка ослепила на время экипаж. При сильном ударе о лобовое стекло летящего самолета молнии могут расплющиваться, приобретая форму полосы, а затем отскочив, снова стать шаровидной. Они могут постепенно гаснуть, рассыпаясь на части, но чаще взрываются, убивая людей, разрушая предметы и сооружения. В Петербурге 26 июля 1753 года шаровая молния убила друга Ломоносова, профессора Рихмана, проводившего опыт по изучению электрических явлений во время грозы. Очевидец художник Соколов оставил потомкам рисунок, запечатлевший гибель этого ученого. В городе Уральске 22 мая 1901 года во время весенней грозы группа парней и девушек заскочили все не дома. Одна девушка присела на порог спиной к входной двери. После раската грома, неизвестно откуда, появился и завис в воздухе сверкающий огненный шар, а затем двинулся к дому. Коснулся плеча девушки и влетел в комнату. Он разворотил печку, разгромил всю обстановку, пробил стену, вырвал и изуродовал каменную решетку. Затем, разбив окно, покинул дом. Входная дверь была сорвана с петель и отброшена на несколько метров в сторону. В ней были прожжены две 18-сантиметровые дыры. Девушка умерла. По ее левому бедру проходила тонкая черная полоска. Ботинок на ноге был разорван. Часть людей, находившиеся в комнате, потеряли сознание. Многие были временно ослеплены и оглушены. Метеоролог Кол, оказавшийся внутри техасского торнадо в 1948 году, видел образование шаровых молний в нижней части смерча. Огненные шары пугают своей необъяснимостью. Они способны проходить сквозь стены и любые преграды. То есть, обладают проникающей способностью на атомном уровне. Проходить сквозь материю, не сталкиваясь с ней. Этот феномен подтверждает факты прониктовения предметов друг в друга. Однажды после взрыва шаровой молнии автомобильная шина оказалась надетой на ствол дерева, а ветви дерева даже не были задеты. Молнии непостижимым образом выходят из обычных бытовых приборов, радиоприемников, телефонов и т.п. Они способны чувствовать открытие двери и окна и могут проникать через малейшие отверстия и щели. И сегодня, как и сотни лет назад, наблюдают люди загадочные огненные шары. Но природа шаровых молний так и остается все такой же непонятной. Некоторые наблюдения как будто говорят об осмысленном и разумности этих действий и далеко не всегда добрых намерениях. Очевидцы отмечают их любознательность и даже реагирование на мысли человека. Когда, подходя к своему дому, во время дождя жительница села Витим Якутия Баженова подумала, что люди зря боятся шаровой молнии, неподалеку от земли поднялся огненный шарик и медленно поплыл по направлению к ней. А в рассказе альпиниста, ночевавшего вместе с четырьмя товарищами в палатке на склоне горы, огненный гость выглядел злобным зверем. Игнорируя металлические предметы, шаровая молния несколько раз методично ныряла в их спальные мешки, вызывая крики ужаса и боли, затем потерю сознания. Итог, один альпинист умер, остальные с ранами от вырванных кусков мышц, не ожогами, повторяю, а вырванные куски мышц в шоковом состоянии, были на вертолете доставлены спасателями в больницу. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.